Девушки отдыхают Глупая птица! Хочешь поссориться со мной, птица, да? Тогда подлетай ближе! Я почтовый работник! Если сейчас не приму валю, взорвусь как бомба! Нет! О, черт! Кошмар какой-то! Почта США Это просто почтовый ящик! Просто ящик Просто ящик Нет! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, чепуха, чепуха А, свод суровых законов Кинокамера пыток Так, а это еще что? Да, оно пришло Оно пришло А, свод суровых законов А, свод суровых законов А, свод суровых законов Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Коровье бешенство, да? Нет, нет, в сто раз лучше Собирайте всю семью Пробил час семейного совета Привет, Вещ, ты как раз вовремя увидишь мое новое творение Ты ведь знаешь, у Паксли скоро день рождения А что нужно каждому маленькому мальчику? Нет, вот именно Ммм, злобный кусачий пес Но потом я вспомнил тот случай со Спотом и девочками-скаутами И у меня тут же родился гениальный план Отойди Да Отойди Ты Разве ничего, да? По кличке мясник Ну, мясничочек Достал твой звездный час Я натаскал его так, чтобы он реагировал на слова Которые обычным людям и в голову не придут Славный песик Спокойно Ну, вылеты Уэнс никогда не били отпринять в одну Ты только посмотри, как он старается Ну все, довольно Шплюнь Отличная работа Браво Браво И чтобы он всегда первым делом принимался за голову Я держал его на строжайшей диете из человеческих волос Я тебе больше скажу Он просто без ума От этой белобрысой пакли Правда, мясничок Ты мой красавец Что такое вещь? Семейный совет? Надеюсь, это того стоит Возлюбленное мое семейство Все мы прекрасно знаем, что за честь для всех нас С гордостью нести фамилию Адамс Мы ведь совершенно особые Уникальные люди Люди с собственным лицом Люди с целями и перспективой Люди с обостренным чувством прекрасного Люди с надеждами и мечтами Но что в первую очередь делает нас столь непохожими на всех остальных? Генеалогия Именно она отличает нас от низших животных Ну, она плюс работа чучельника Прости, Фридрих Итак Итак, передо мной непререкаемый авторитет в вопросах генеалогии Полный справочник Адамсов Без купюр Видите это, дети? Каждый Адамс, который когда-либо поганил собой эту землю Отныне покоится у вас перед глазами Свидетельства о смерти, отчеты о вскрытии Полный список имен, которые до сего дня Представали перед вами лишь на банках с формальдегидом Ох, это же просто чудесно Более того, бьюсь об заклад Где-то там далеко, покоится с миром Еще одна ветвь Адамсов, только и ждущая экскубации А вот и прекрасный шанс узнать правду Издательство «Родословное древо» может устроить вам встречу С давно потерянными родственниками по всему миру Настоящее воссоединение семьи Так, неограниченная возможность контакта С утраченными родными за символический одноразовый взнос в пять тысяч долларов Ах, какой славный день Лучшего вложения для своих денег я не мог и представить себе Чек пять тысяч долларов Казахстан Казахстан ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой роскошный сюрприз. Когда мы с Вестером узнали о вашем приезде, мы чуть не умерли от шока. А еще чего? Так просто Адамса не убьешь. Ах, Мартинер, взгляни на малышей. Такие бледненькие и хулиганистые. Пошли без спутных родителей, эй, вы двое. А Вестрашил оставил у нас на чердаке кое-что для вас. Вот тебе, маленький чертенок, твоя персональная сибирская хлопушечка. А тебе, возлюбленная праправночка, директор похоронного бюро Бонни и палач Клайд. Ха-ха, надо же, как вы балуете моих детей. Делаете все, чтобы они выросли настоящей угрозой обществу. Ха-ха-ха. Ну нет. Наша единственная мечта – вырастить из них почтенных, уважаемых и достойных членов общества. А ведь ты чуть не подловил меня, старый проказник. Давайте-ка в дом скорее, пока вы тут не согрелись. А сибирскую хлопушку я подобрал на обочине дороги, когда прошла ваша поездка, бабулечка. Просто чудесно. Мы как раз перебыли в разгар эпидемиоз. Ненавижу кукол. И злюсь на то, что они до сих пор принимают меня за ребенка. Знаю, милая. Помни, они твои бабушка и дедушка. Такие старые, дряхлые. Улыбайся и говори спасибо. Потерпи немного. Друзья мои, прекрасная новость. Бабуля и дедуля сообщили мне, что собираются у нас здесь задержаться. Но это же чудесно. Теперь у нас будет шанс перестроить темницу и разыграть ничего не с подозревающих соседей, как в старые времена. У меня созрел тост. За жизнь, за смерть, за родных. Не обязательно в этом порядке. На моем бокале волос спотом. Исключено. Спот умер много лет назад. Верно, дети? А знаете, эти маленькие штучки так и хрустят на зубах. Ты великая кулинарка, Эсмеральда. Весь секрет в навозных жуках. Это они так похрустывают. Слушайте, а кто-нибудь в курсе того, как сыграли сегодня Янки? Ты заметила кое-что необычное в наших бабки и деде? Ну, конечно. Нет, я... Нет, дорогая. Скажи, у тебя не возникло никакого странного чувства? Ну, может, тревоги? Дорогой, не забывай, они для меня что-то вроде свекрови и свекра. А потому в соответствии с традицией я обязана их презирать, каково бы ни было мое истинное к ним отношение. О, дорогая. Как же мне не терпится состариться вместе с тобой, деля с тобой невзгоды последних лет. Катаракты. Неконтролируемый метеоризм. Артриты. Камни в почках. Уродливые рубцы от операции. А потом? Рука об руку. Оба подключенные к аппаратуре жизнеобеспечения, мигающие, жужжащие, истекающие физиологическим раствором. Мы будем корчиться в вагоне, пока жизнь наконец не оставит нас и аппараты не издадут прощальные... М-м-м-м. М-м-м! Дорогая! Некрологи! М-м-м! Дорогая! Счастье быть больным. Творится что-то страшное и ужасное. На зиму во Флориду товары по каталогу. Ищи внимательнее. Нашел. Болезнь Мальцгеймера. Редкая тяга к пристойному поведению и к больным танцам. Возникает время от времени у лиц пожилого возраста. Лечения не существует. О, нет. Я этого не вынесу. Ужас. Ужас. Гомес, любовь моя, ты не должен себя мучить. Тебе сейчас помогло бы ложе из ржавых гвоздей и ростков бамбука? Смириться с этим несчастьем выше моих сил. Неужели нет ничего, что разбавило бы горечь, заполнившую мое сердце? Ужас. 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 Я мои прекрасные вести. Назовут на встречу и родни в имении Первый자. Люди из издательства «Родословное древо» прислали нам это обезличенное компьютерное приглашение. Гомес, ты думаешь, сейчас подходящее время для поездки? Ты забыл о бабушке с дедом. Им нужна наша помощь. Поэтому нам и надо ехать. Ну, как ты не понимаешь, Фестер? Вполне возможно, что кто-то... Где-то среди нашей дальней родни уже сталкивался когда-то с этой редкостной болезнью Вальцгеймера И знает, как ее лечить Не исключено, почему нет, что в семье есть талантливый доктор Шаман Мой друг, ты научился думать Вы ведь не собираетесь тащить нас на это сборище, правда? Перестаньте, дети, или вам не хочется увидеть давно потерянных родственников? Да я скорее оболью себя керосином и поднесу спичку Молодцы, так держать Вещь, сейчас же беги за зомби, скажи, чтоб начинал собираться Гомес, может, предупредим всех о нашем приезде? Чтобы испортить сюрприз? Я вызвала к нам кузена Ано Он и обещал приехать и злить тебя, пока мы в отъезде И еще Избавь наш участок от этого Посмотрим Дорожная карта, бензопила, скальпель, киски для пальцев Ну, вроде бы все на месте Ну, а куда подевались дети? И не воображаете, что вы так легко отделаетесь Ах, Гомес, кажется, я оставила наше старое одеяло с подогревом Включенную в искрящую розетку у подтекающего крана в ванной Как думаешь, бабуля будет ходить в своем подбитом сталью халате и в тапочках на медной подушке? Ну, конечно, дорогая Все как всегда Эй А где мой банановый слезняк? Издательство «Родословное древо» Родословное дерево Одну минуту Что происходит? Неужели эта машина опять захандрила? Черт возьми Они написали Адамс всего с одним «Д» А ведь, казалось бы, компания, которая сует свой нос в семейные дела, должна хотя бы правильно писать имена Даже Паксли грамотнее их А у него ни один учитель не держался больше полугода Вот именно Умница, сын Фестер, тебе нехорошо? Ну что ты? Все адреса перемешались О, боже мой Милый, ты проверял все приглашения, прежде чем их отсылать? Или нет? Нет Ох Ну-ка, давайте споем все в гору Он придет, он придет, когда съедет он с горы Он придет, он придет, когда съедет он с горы Он придет, он придет, он придет Ну вот, наконец, имение первоцвет Ох, как красиво! Вы только посмотрите! Это оно и есть? Неудивительно, что в проспекте не было фотографий Всем добрый день! Добро пожаловать в первоцвет! О, чудная шляпка, сынок! Благослови вас Бог, сэр! Благослови вас Бог! Ну и ну Вы верно и есть в то семейство, которое все давно ждут Хорошо, что вы приехали, сэр! Добро пожаловать к нам в первоцвет! О, ну конечно! В доме сразу повернете налево, пройдете по коридору, в верхнем служебном лифте, через весь зал, а дальше по зеленой ковровой дорожке, до третьей двери полет Сэр, позвольте помочь вам с багажом Птички поют, цветочки благоухают, солнышко светит, я хочу домой Дорогая моя, не торопись, в таком большом имении у них наверняка уйма скелетов в шкафах О, бедная вещь! Ну, как я мог забыть? Ведь у тебя в машине всегда морская болезнь Сейчас отнесем ее внутрь, туда, где холодно и сэр Ах, если бы со стариками было бы так же просто Скажи, сэр! Сэр! Имение Первоцвет первоначально было обустроено как часть огромной цветочной империи полковника Тома и Мадлен Первоцвет В самом здании 70 комнат, рядом бассейн, два теннисных корста и, самое главное, кухня, а в ней наш шеф-повар Жан-Лук Лолу А кладбище есть? Видите ли, не совсем. Впрочем, полковник Том и Мадлен зарыты за домом в розовом саду. Правда? Мороз, похоже, а? Зарыты за домом. Ты слышал, Фестер? Имение как раз в твоем вкусе, мой друг Куда он подевался? Не вижу я здесь никаких скелетов Какая халтура Хмельная, мы наслажаемся неслыханной роскошью На нашем собственном новеньком надувном матрасике Как там наш пациент? Не очень, боюсь придется оперировать Ну что ж, но ты помнишь урок, что мы усвоили с тобой в прошлый раз? Если пациент упорно продолжает кричать, ему полагается анестезия Ты умница, Паксли Когда ты поступишь в свою медицинскую школу, тебе там не будет равных Ну куда же запропастился мой брат? Ты ведь знаешь, как Фестер обеет на многолюдных собраниях Наверное, забился в какой-нибудь темный замшелый угол Где компании ему составляют его любимые пауки, државые канализационные трубы А разве ему не хочется выбраться и пообщаться с давно потерянными родными? Возвести новых друзей, посмотреть, как умирают другие? Терпение, мой дорогой Как слезняки выползают на тротуар после холодного ливня Так же точно и Фестер вылезет из своей норы, когда пробьет его час О, вы только взгляните, какая чудесная зала Прелесть О, смотрите Сегодня лото Я обожаю лото Адем все там, адем все тут, адем все везде идут О, как здесь видно чудесно Эти люди наша родня Дорогая, не груби ему, они ведь твоя плоть и кровь Слишком много плоти, слишком мало крови А, вот и вы Наверное, вы и есть и самые дальние родственники Привет вам, привет вам, привет Я Долорес, до смерти хотела познакомиться Разумеется, взаимно Долорес, какое красивое имя На латыни оно означает боль и горе А знаете, я много лет помогала семье мужу устраивать эти слеты родни И вы просто не поверите, с какими людьми мне приходилось встречаться Вот год назад у озера К нам Чтобы провести с нами барбекю В удивительном мире мы живем Такое порой откопаешь, хоть плачь Вы не поверите, как часто мы произносили эти самые слова Филипп, Филипп, скорее сюда, тут твои новые родственники Мой муж Доктор Филипп Адамс Гомос Адамс, огромная честь Моя супруга Мартишия Очень рад Мои дети Уэнсди и Паксли И, разумеется, зомби Которые вообще-то не совсем Адамс Он ведь частично Малковский, частично Коэн, частично Фрагаса, частично Мерта и частично Торос За исключением почек Откуда они мы сами точно не знаем Но сердце у него совершенно точно Адамса Адамс Насколько я понял, вы доктор Филипп, выдающийся психиатр Доктор Шаман? Ну, прошу прощения, пора бежать А то у меня пустой стакан Это было что-то Я думаю, пора познакомить вас с остальными А ваши дети пусть поиграют с моими отпрысками Ты слышала, дорогая Доктор? Фестер как в воду глядел И это еще кто такие? Говорят, что наши родные Но какого черта они делают здесь? Ты ведь не думаешь, что они имеют одночастое следствия? Надеюсь, нет Машины все прочь! Провались, мерзкое трудье! Что еще? Ты думаешь, у старика была связь на стороне и... Нет! Ты права Мне до сих пор не верится, что у него хватило сил Слепить хотя бы нас троих А, кстати, куда подевался Джеффри со своей непутевой женой? Хм, обещал быть три часа назад И это оно? Хваленое имение первоцвет? Неудивительно, что в проспекте не было фотографий А ты не перепутал адрес? Ну, вообще-то, приглашение отпечатано на компьютере Может быть, ошиблись в издательстве? Как это похоже на папу? Для начала найти самое дешевое агентство Затем затащить нас сюда, бог знает куда, на пару дней семейного ада Наверное, старик просто решил нас унизить Милый, лучше нам прямо сейчас развернуться и вернуться домой У тебя ведь работа А мне не помешает обновить педикюр Что? А Филип и Кэтрин тем временем уговорят отца вычеркнуть нас из завещания? Ты в своем уме, а? Джефф, милый, будь осторожен Эта дорога не из самых лучших Нет такой дороги, которая не покорилась бы человеку за рулем О, не О, господи, что за идиот оставил такое посреди дороги? Скорее, у меня пальчики морщатся от сырости Я делаю, что могу Домкрат тонет в этой грязи Ну уже А это что? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Поиграйте-ка все вместе Мам Я сказала Стиве Ты будешь вежлив Ты будешь играть И ты будешь наслаждаться детством Которого лишили меня Нравится тебе это Или нет Пока-пока Паксли И это еще что за дурацкое имя По-славянски это означает клизма Что с тобой мясничок Опять хочешь кушать Сынок У меня нет здесь волос Чтоб накормить тебя Видишь, не волосинки Ну ладно, ладно, ладно Наверное придется идти добывать тебе корм Слушай Ты сиди здесь Не высовывай нос, пока я не вернусь Хорошо? Здесь так интересно Хорошо, что мы приехали Я очень рада Да А здесь еще не весело Правда? Пойдем, пойдем Кэтрин Твоя очередь Я вижу, Мартиша Вам по душе Черные тона Благодарю вас Где одеваетесь? В похоронном бюро? О нет Свои вещи я делаю сама Да и зачем брать платье в магазине Когда этого добра полно в могилах? Привет Меня зовут Паксли А тебе? Меня зовут Джи Джи Джина Джина Ты любишь томатных червей? Держи Нашел их под сиденьем у нашего шофера Хотел приберечь на потом Но так и быть Бери Стиви Только что получил грамоту в Морландской академии Карьера банкира Теперь у него в кармане Ай, Доларес Ты, наверное, этим гордишься Мартиша, а где учатся ваши дети? Учитывая переполненные классы Недостаток финансирования и небезопасность Мы решили отправить детей в государственную школу Желаете икры? О, да-да-да, конечно Умереть можно Икры, мадам? Спасибо, нет Я обычно дожидаюсь личиночной стадии Думаете, я оригинальна? Паксли, когда был маленьким Заставлял меня трясти его тарелку Чтобы еда оказалась живой Сюда, сюда, мадам Как быстро они растут Кажется, только вчера он вылупился И ползал по полу, грызя провода удлинителей Ура! Сдаёшься, чучело! Да, это настоящее испытание Есть ещё игры Ты уверен, что всё в порядке? Не знаю, но только напомни мне, чтобы я убил отца, если только мы отсюда выберемся Что там? Мэм, наша машина сломалась возле вашего дома Мы можем от вас позвонить? Откуда я знаю, что вы не страховой агент? А? Господи, как она узнала? Не знаю! Назовите секретный пароль Извините! Я сказала, какой у вас пароль? Была не была! Осторожней тут! Полы в этом доме не вчера постелили Узена, но и я как раз решили сыграть в карты Давайте, присоединяйтесь Я бы рад, но нам нужно... Одну минутку, одну минутку Когда я вставала из-за стола, у меня была пиковая дама Врунишка, нет у меня склероза Ты волосатый обманщик Послушайте, мне право неудобно, что мы вам помешали Но нам просто необходим ваш телефон О, как жаль, ничего не выйдет Ни один не работает Наша машина здесь застряла, а нам нужно срочно ехать Придется вам подождать, пока не закончится гроза А пока, берите-ка Вон тот стул и присоединяйтесь Да-да, мне телефон службы защиты детства Спасибо Ни дома его, ни на работе, ни в машине, ни в клубе Что же случилось с нашим туповатым младшим братцем? А вдруг эти люди прикончили Джеффри с Мелиндой и решили занять их место? Дорогая сестрица, твой оптимизм неуместен Хотя, если б с нашим братцем и случилось, несчастье, уверен, его доля наследства утешила бы нас в нашем горе Если это часть твоего очередного гнусного плана по устранению конкурентов Привет-привет Только не вздумай избавиться затем от меня Да как ты могла подумать? Оставь номер невинной овечки при себе Я ведь знаю, что ты даешь папаше яд Ты только учти Если я не получу свою долю наследства целиком То тотчас пойду в полицию Прямо в полицию Вот вы где Простите, доктор Адамс Нет, нет, что вы Мы ведь родни, а для вас я просто доктор Филипп Доктор Филипп Вы мне нужны на два слова Речь о серьезном медицинском вопросе Как мой родственник, вы просто должны мне помочь Все дело в бабушке с дедом Видите ли, их мучает редкостный синдром Возможно, вы слышали Вальцгеймер Сердце разрывается, когда вижу их такими Сначала были шашки Затем ролики Вчера я услышал, как они говорили друг другу Что не прочь покататься на коньках Для всей семьи это невыносимая мука Если бы мы только знали, как побороть подобное безумие Возможно, вам известна микстура, эликсир или пилюля Которая остановит опасное развитие событий Лично я рекомендую Стрихи Да за какого же внука вы меня принимаете? Думаете, я его не подсыпал? Простите Выпить! Я бросил настоящий напиток, а не эти водянистые свиные помои Выпить! 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 Где бармен? Выпить! Выпить! Прекрати! Ты всех нас позоришь! Убери руки! Вообще, кто ты такой? Я так тебе и поверил Ты просто литя и бездельник Ты уволен! Увален! Вот сейчас же прекратить! Тебе нужно срочно принять лекарства! Не желаю я больше этих таблеток Пилюли, пилюли, пилюли Вот! Все, все, вы меня кормите! Ну же, это для твоего же блага Для моего блага! Ну все, с меня хватит! Вот так, вот так вот так Глотай, давай Я же сказал, ты у меня их все проглотишь А потом мы продолжим нашу беседу о завещании Не можем мы быть родственниками Наша ветвь восходит к второму президенту Соединенных Штатов Джону Куинси Адамсу Ну, а наша семья восходит к самому Владу Дракуле Вот гляди, это богомол А это желтый колорадский зук Эй, теперь черные! Кто играет черными? Папа говорит, Уэнсди унаследовал его спортивные гены Зато я унаследовал его бурлящий кишечник Доктор Филипп, умоляю, вы должны нам помочь Слушайте, Гомер Я Гомес Все равно, у меня есть приемные часы Вот и приходите ко мне на работу, только не в среду, спасибо Я понимаю, каждый из нас вращается в своей среде А, кузен Филипп, скорее сюда, продемонстрируйте свой талант А, спорт цивилизованных людей Цивилизованных Кузен Филипп оставил меня с этой игрой без роликса И это, по-вашему, меткость? А как насчет того, чтобы заменить слова деньгами? Скажем, десять тысяч за игру Десять тысяч моих денег против ваших медицинских услуг Согласны? Жалкий глупец, я закопаю тебя Этим меня не остановишь Хорошо Извините Ну, посмотрим Оля! Ничего себе! Попалкин Быть! Десятку! Вуаля! Мастер! Прочь с дороги, тупица! Куда вам до меня? Я для вас яд! Кто-то сказал яд? Какой вид? Что значит, какой вид? Ну, там белодонна, мышьяк Цанитый калий, крысиный яд А может, коктейль, от которого нет противоядия? Ну, и кто теперь из нас тупица? Ну, берегись, маленький бордюк Ну, что вы! К чему оскорбление? Уладим это, как цивилизованные люди С жестокостью и бессмысленным насилием Ваше оружие Выбираю арбалет Нет-нет, лучше дротик Мечи и боевые топоры с расстояния в 30 шагов В дальнейшем можно использовать палец Но лишь после обмена первыми ударами Согласны? Может, просто ударишь по шару, толстяк? Если, конечно, сможешь поднять молоток Кажется, она отключилась Помогите же ей! Помогите! А-а-а-а! Субтитры создавал DimaTorzok Пополись, попробуйте-ка перебить четырёх королей. Извините, но у нас как раз четыре туза. Что? Кузен Ано снова победил. Господи, ты только что просадил все наши пенсионные накопления. Извини, милая, но по его лицу трудно угадать, какие у него карты. Вы, наверное, проголодались. Прошу. Спасибо, но мы убеждённые вегетарианцы. Ничего страшного. Все ингредиенты прямо из огорода мартиши. О! Ну что ж. Недурно. Вот только не найдётся ли у вас листочка салата? Нет, его сожрали черви, что у вас в тарелке. Бабушка, дедушка, сейчас я представлю вам вашего нового доктора. Ого, одну минуту. Может, в пинг-понг? Матч-реванш? Что скажешь, дорогая? Руку даю на течение, ты проиграешь. Дружище, такое предложение принимаю сходу. В пинг-понг? Да. Браво, 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 браво. И снова в сухую. Ну что ж. Ладно, ладно, Гомес. Лежачего не бьют. Это только в вашей семье. А может в теннис? Ставки утраиваются. Вторую руку на отсечение даёшь? Конечно. Какая скука. И что ты предлагаешь? Мистичок, я принёс волосики, бежал к тебе и сам в сексе. Мистик? А, у меня твой любимый оттенок. Спелая пшеница. О, господи! Скорее, Вещь! Не время прохлаждаться в погоню за беглецом! Скорее! Филипп, когда ты играл профессионально? А ваш муж силён? Не уверена. Хотя он в эту игру никогда не играл. Ты сможешь, Филипп? Молодец, Фил! Ай, чёрт! Ай, чёрт! Давай, давай! Поехали! Зинд pops! Браво! 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 Э-э-э, что дела? Куда? Кудая, вон отсюда... Вот, я сказал... Так... расходимся. Ты прочесываешь все остальные комнаты, я дамскую сауну. Всё, можете дышать. Я же сказала продолжать. А вот и вы где. Джина, мама тебя по всему дому искала. Там внизу дети собирались поиграть перед ужином. Давай, бей! Ой, не получается! Ну и чучело. Ну-ка, посмотрим. Ой, я тут окоченею. Неужели это электроодеяло не может греть сильнее? Не знаю. Я ручку до упора поверну. Глазам своим не верю. Да она его, наверное, в розетку не включила. Скорее, Джефф, у меня пальчики превращаются в ледышки. Стараюсь, куколка. Только никак выключатель не найду. О, господи, да тут на полу лужек! Давай, 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 отлично! Кажется, мы свое дело сделали. Милая, отсюда надо срочно убираться. Но я не могу выйти на улицу в таком виде. Вдруг меня кто-нибудь видит? Черт тебя побери, Мелинда. Или ты не видишь, что тут творится. Нас едва не отравили. Только что чуть не убили током. Говорю тебе, если мы проведем в этой дыре ночь, то как, педать, проснемся утром мерзлыми. Успокойся, мы опоздаем к ужину. Упокоившуюся Гомос и Мартиша и Адамс. Это звучит неплохо. Как я выгляжу? Убиваешь на повал. Или, по крайней мере, калечишь. Дети, вы готовы? Я думала, мы ужин пропустим. И пойдем откапывать старых предков. Это вы Атоми и Мадлен Первоцвет? Да, мама. А вы знаете, что садовник сдерет с вас заживо шкуру, если схватит вас в тот миг, когда вы будете тревожить их вечный покой? Да, мама. Ну, тогда идите, да пожирей. Зомби, ты с нами на ужин? Зомби, ты с нами на ужин? Не часто он спит, как младенец, если, конечно, его не приковать прежде к цементному полу. Только бы он не начал снова ходить во сне. Мне в жизни не избавиться от этой вони. О, боже, кажется, меня снова тошнит. Сейчас же выброси эту книгу. Но почему ты не ведешь себя, как нормальная идея? Телевизор бы, что ли, посмотрела. Да, кстати, я запрещаю общаться тебе с этими двумя, особенно с этим уродцем садистского вида, Паксли. О, боже, они что, совсем лишились рассудка? Не смотри. И рад бы. Это же так мерзко. Не думай ты о маме. Ничего она не узнает. Тем более мы при раскопках никогда своих не теряли. Бывало, находили пару лишних, но не теряли никогда. Поверь мне, теперь и на червей ты будешь смотреть совсем другими глазами. Мистер Диджей, вы не поставите нам полику. Нет, нет, ради бога, я вас умоляю. Что-нибудь мрачное и страстное. Похоронный марш. Какую-нибудь панихиду. Ой-ой-ой, страшный белый парень. У меня все есть. Трыгайся. Мм, то, что надо. Потанцуем. Трыгайся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, здесь отыщется приличный парикмахер. Не то я им такое устрою. Ай, я же выгляжу как пудель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошу прощения. Ты что-то делаешь, ты, маленький уродец. Ну-ка, отдай мне эту щетку. Это же чистая свиная щетина. Отдай. Спасибо, хорошая маленькая крыска. Да, слава ее сега. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, давай. Да тише ты там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осторожно, тут все скрипит. Ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаешь, она услышала? Я не знаю и не собираюсь, Таня, это уяснять. Любовь моя, глаза твои горят, словно адские костры. А ручка твоя в моей руке, словно уголек. Горячие руки, холодное сердце. Какое еще сердце? Местничок, я иду! Гомес, эта поездка сплошной кошмар. Ущипни ты меня, сейчас я проснусь с криком. Йо-йо-йо, поаплодируем большому человеку, который раскошелился на эту вечеринку. Верно, мистер Уолтер Джей Адамс. У-ху-ху! Браво! Эй, браво, браво! У-ху-ху! Уберите от меня этот свет, уберите от меня этот свет! Ну что, вы спятили, что ли? Классный плетен. Я так ничего не вижу. И вот уже много лет вы таскаете меня на эти семейные посиделки. И теперь мне осталось сказать вам лишь одно. И я говорю это вам всем. Меня от вас тошнит. Вы просто кучка ленивых, бесполезных нахлебников. И вы мне надоели. Мне надоели ваши слюнявые подхалибские речи. Да я скорее засуну морского ежа себе в штаны, чем приведу еще хоть одну минуту с вашей мерзкой подлой бандой. Я в жизни не видел одновременно столько кровососов и подлиц. Короче говоря, мне надоела ваша толпа бездельников. Мы не кровососов под острым соусом. Ээээ, закончились. Может, стейк? Не хочу больше вас видеть. Ну ладно. В каком виде желаете? Ваш пареном. Эээ, мне тоже. Запомните! Мелинда! Где ты была? Не знаю. Самое время подкрепиться. Мелинда! Стой! 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 Местничок! Уволяю! Стой! Стой! Местничок! Стой! Мясник! Ну же, ну же! Добрый вечер! Нет! Стой, стой, стой! Стой, стой, стой! Стой, 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 стой! Стой, стой, местечок! Я рядом, я здесь! Стой! Да, мне в сто раз будет приятнее увидеть, как и вы все... Все вместе взятые жаритесь в аду! Браво, 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 браво! Признайте, речи он произносить умеет! Ты! Филипп! Побить человека в спортивном состязании, что может быть гнуснее, но тебе этого мало! О, да! Ты решил настроить против меня семью, чтобы лишить меня законного наследства! Доктор Филипп, вы обо мне слишком высокого мнения! Я Considering ставки уже не ограничены десятью тысячам долларов? Я сделаю Vin'd! Я сделаю новый огород и я убью... До смерти! До смерти! Прекратите! Ах, да помогите же мне! Ах, да помогите! 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 В случае бегства гостей разбить стекло! Ах, да помогите! Давай, давай! Ах, да! Ах, да! Ах, да! Ах, да! Ах, да! Мелинза! Мелинза, скорей сюда! Давай! А вот и я! Болото перед домом! Ах, да помогите! Ах, да! 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 Этот значок даёт мне неконтролируемая, неограниченная правая обязанность оторвать плачущих детей от их запуганных родителей и посылать их в сомнительные приёмные семьи. Вы арестованы за оставление детей, нелюбовь к детям и издевательство над детьми. Плюс вооружённое нападение. Да. Покушение на убийство. А может и удавшееся убийство. Ты с ними? Нет, нет, они нормальные. Ну, где же эти дети? Да это просто сумасшедший дом какой-то. Тут начался пожар, потом они... Перекрыть выходами. ...дрались на ножах. Я даже не знаю, что сказать. О, вас поняли, тут прибыл собаколов. Вот это вставная челюсть. Похоже, у зомби опять проблемы со сном. Я знаю, как помочь ему упокоиться с миром. Берись за тот конец. Попался! Любитель лакомиться волосами. Так, а это ещё что? О, боже! Это же совершенно незаконно! Бросьте-ка эти лопаты, живо! Вы двое. Ну-ка, за мной. Идём. Всё, хватит! Что вы сделали с моими прочими родными? Я желаю знать все ужасающие подробности! Они не имеют права держать нас здесь так. Ни кандалов, ни тисков, ни дыбы. Гомес, ты слышал? Это напомнило мне о детях. Какой чудесный летний день! О, осторожно! О, нет, о, нет, о, нет! Мои друзья увидят, что у меня в животике! А-а-а! Какой ужас! Покажешь мне рисунок? Что же теперь делать? Это твои похороны. Как же теперь жить дольше? Они явно жили в нездоровой обстановке. И судя по тому, что я успела увидеть просто чудо, что они вообще живы. Ах, эти бедные малютки! Им, как воздух, нужна стабильная семейная обстановка и дом, где их будут опекать, поддерживать, любить. Как родственница, я считаю себя обязанной исполнить мой, мой долг. Я помогу им. Я заберу их к себе и подарю им счастливое детство, которого лишили меня. В жизни не видел такого странного пса. Что скажешь, мясник? Что, по-твоему, мы должны сделать с твоим дружком-уродцем? Дадим ему поиграть, ше? Рексам. Я вижу, тебе нравятся Юджин, Мордыха и Клайд. Думаю, из вас получится отличный квартал. Какая прелесть! Господи, господи, господи! Вы только взгляните! Господи! Я предпочел бы начать с твоего братца. Но в полиции решили, что тебе мои услуги сейчас нужнее. Хм-хм. О! Как же Гоббас будет завидовать! Хм-хм! Не забывай, как он будет завидовать! Не забывай! Хм-хм! Девушки отдыхают... Но мы не можем просто ждать Мы же Адамсы Мы семья, единое целое Разве руки и ноги и прочие человеческие конечности Могут продолжать жить после того, как их оторвали от тела? Нет, я говорю, нет! То есть, конечно, могут какое-то время В определенных лабораторных условиях, но не слишком долго О, Гомес, ты пугаешь меня Продолжай же Я требую воссоединения семьи Воссоединения Немного, немало Мы должны разнести эти стены по кирпичику Даже если при этом нас ждет жестокая смерть Вы свободны Что ж, это тоже неплохо Свободны Гомес, любовь моя Судьба снова спасла нас с тобой Или даже лучше Возможно, это очередная судебная ошибка перегруженной карательной системы Почти, за вас внесли залог Эй! Уолтер Адамс? А что вы думали? Я буду сидеть и смотреть, как моей дурацкой семье сходит с рук То, что они с вами сделали Вот вам ключ от вашей дыры Выглядите так, будто побывали в аду Умеете вы делать комплименты Ха-ха-ха, Уолтер Я знаю, где ваша семья, Гомес Для начала давайте откопаем верзилу Пока он там не задохнулся Значит, эта встреча с роднёй оказалась лучше, чем я думал Но я хочу домой Знаю, Паксли Я тоже Жить в своей семье совсем другое дело Но пока Нужно пользоваться тем, что есть А вдруг мы их разбудим? Не бойся Я заперла все их двери Ах, зомби, какой слой грязи лежит над тобой, а внизу душный гробик, и ты медленно сходишь в нем с ума. Ох, как я завидую тебе. Скорее, Гомес, вот-вот рассветет, и обстановка будет уже не та. Грязная работа. Зомби, ты там? Как это приятно, когда ты снова за рулем. Давай, мясник, давай же, малявка. Или ты не хочешь отхватить кусок побольше? Еще шажок, вот так. Славный косик. Дети, такая чудесная погода, почему бы вам не поиграть на улице вместе? Ладно. Неужели это все? Я тебя поджарю. Братец Фестер, как ты тут, а? Чувствую себя на миллион вольт! Идем. Отсюда надо убираться, пока не проснулись все эти санитары. Давай, вставай. Ну, ладно, ладно. Обещаю. Ты иногда будешь приходить сюда в гости. Братец! Любимый! Эй, вы не имеете права, у вас нет лицензии! Ну что вы, доктор Филипп. У меня и в мыслях не было делать непредписанный электрошок такому человеку, как вы. Нет, 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 нет. Разумеется, я предоставлю это экспертам. Нет, нет! Сплюсь! Бедная вещь. Мистичок! 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 Мам, что они теперь сделают? Вдолим-ка им аппендицит, доктор. И сделаем пересадку кожи. Дети, вы живы-здоровы? Мы тут играем. О нет, дети. Сейчас здесь будет полиция. Пап. Залезай скорее. Сейчас, сейчас. Ну, как вам жилось у родственников, а? Долорес грозилась научить нас играть на пианино и отплясывать котельон. Бедняжки. Мне так жаль, дети, что вам пришлось испытать такие мучения. Смотри, куда едешь, шеф-мезиана! Осторожно! Издательство родословное древо. Приглашение в русло. Ну что ж, Гомес, пора расставаться. Ты уж смотри, береги свою семью. Непременно. А если выберешься в Голливуд, не забудь навестить меня. Ха-ха-ха! Олтер напоминает мне дедулю молодости. Ах, как я страдаю от того, что мы отправили в дом престарелых. Тем более в тот с красивыми цветами и этим ужасным кондиционером. А на десерт я испекла тортик песочный. О-о-о! Я одного не понимаю. Почему Филипп так задержался на работе? Я надеюсь, аппетит вы наконец нагуляли. А то я всё утро проторчала на шоссе. Что это, гуляш с зеленью? Прямо с огорода. Я вызову скорую. А где Фестер и дети? О, Фестер. Я только помог деткам устроить фейерверк. Не беспокойся, Кузядано. Мясник не кусается. Мясник славный, песик. А-а-а-а-а! Паксли, сынок, ты что, грустишь? Уж не связано ли это с некой особой по имени Джина? Нет, просто я, кажется, забыл свою сибирскую хлопушку дома у этих чудаков Когда нет головы, сойдет и боеголовка О, Гуанес, вчера лишь казалось, что лето едва началось А сейчас я уже чувствую приближение ядерной зимы Мрачное настроение, дорогая? О, да Ужасное Николь Фьюджер и Тим Карри в роли Гомоса Композитор и дирижер Эймотс Плесснер Оператор Кристиан Сиболт Продюсер Майк Эллиот Авторы сценария Роб Керчнер и Скотт Сэндин Режиссер Дэйв Пэй Редактора Кристиан Сиболт Уда�! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова